я всех вас приветствую мои дорогие друзья и зрители что-то невероятное происходит над нашими головами и даже тучи изменили свой цвет и стали разноцветными но это еще не все я покажу вам что находится выше них и переверну три разных камеры показав нашу плоскую землю и так друзья вы не представляете что сегодня творится с небом и с облаками можете сами посмотреть как приблизительно все выглядит но вот такая вот картина меня больше всего удивляет то что все эти облака имеют вот посмотрите разный цвет почему так происходит то есть разноцветные облака появились нашем мире достаточно важно по крайней мере для меня но думаю для вас всех каким образом формируется именно такой цвет у облаков есть черное есть более светлый желтый и так вот они выглядят абсолютно везде куда бы мы не посмотрели полностью над нашей головой вот такое вот странное небо высказывайте пожалуйста свое мнение что это может быть потому что но это какая-то фантастик я чувствую на небе там что-то происходит просто мы с вами но не можем этому этого увидеть видите небо все блокируется и вот получается вот такие вот кадры фантастика какая-то я смотрю и удивляюсь черные красные абсолютно любые но такого не должно быть по факту просто не должно быть как такое происходит я даже сам не знаю в общем жду ваших мнений да и я предполагаю что выше облаков что-то происходит или сами облака какие-то скажем но измененные в них что-то произошло их состав видите желто-черно-белый фантастический кадр друзья так мы начинаем зелёд калининграду говорим до свидания мне хочется снять тут один важный момент сейчас я вам его покажу вот следите за двумя вот этими сигналами две сим-карты у меня вставлены и дело в том что даже не переходя в авиарежим мы в любом случае потеряем связь зачем предупреждают и просит перевести все вот эти устройства в авиарежим непонятно связь буквально на наших глазах сейчас пропадет и это значит что сигнал мы получаем точно не со спутников что вы понимали начинается взлёт и заодно будем смотреть что происходит сигнал а вот мы отрываемся от земли легко кстати взлетели еще важный фактор такой что смотрите у нас не получается на квадрокутере подниматься высоко из-за того что требования в россии запрещают взлетать выше 150 метров 150 метров и поэтому взлетим на 10 тысяч метров то есть 10 километров маневрируем мощно кстати сила пока что не пропал пока что все палочки видны но мы близко к земле и облакам подъем будет сейчас больше и больше выше и выше думаю в данный момент полетим где-то на высоте может быть даже пол километра метров четыреста пятьсот потому что еще ниже облаков ниже вот этого нижнего слоя потихонечку начинаем подниматься выше и выше вот уже две-три палочки остаются то есть сотовая связь теряется самолет летит долго на низкой высоте я смотрю не стремится знаете взлететь выше облаков сразу начинает справа одна солнышко это хорошо развернемся и посмотрим где она точно будет в любом случае мы доберемся до солнца потому что поднимемся выше любых вот этих туч будем опять наблюдать за формой земли будем рассматривать различные объекты все это контролировать не знаю сможем ли мы увидеть море хотелось бы балтийское море посмотреть но облака могут не дать и самолет может в сторону не полететь множество полей внизу и все они немножко подтоплены есть такая заболочность я бы сказал вот начали мы подниматься наконец-то наверх смотрим за сигналы пропадут или нет они в сто процентов пропадут но на какой высоте нижний слой облаков мы пролетели пять палочек стал странно почему сигнал улучшился может быть здесь вышки стоят обычный сигнал вообще пропадает почти что сразу над калининградом он сохраняется да пока сеть почему-то не пропадает уже это удивительно мы взлетели километра на два на три и как я думаю опять идет маневр такой небольшой разворот облака есть но есть прямо промежутки хорошие где видно землю еще хочется пока сигнал есть посмотрите не пропадает но меня это очень удивляет две сим-карты и обе горят неужели я сейчас могу позвонить из телефона может быть мы еще не так высоко взлетели сейчас будет интересная пелена облаков такая находить на нас надвигаться точнее мы к ней наверно подлетаем так сигнал почему-то не теряется опять я очень удивляюсь обычно пропадает после взлета поймаю почему но сигнал есть мы летим выше облаков химтрейлов пока что никаких не вижу облачность сегодня кстати такая низкая и небольшая есть вот эти просветы так одна симка отрубилась появилась отрубилась и появилась сигнал был потом пропал и появился смотрим теперь по другим симкам что там будет пока что все так же нет море скорее всего мы не увидим потому что просто не в том направлении летим но выше облаков пролететь уже замечательно вижу абсолютно ровный горизонт опять камера кстати может показывать не совсем четко потому что она имеет эффект рыбьего глаза то есть скругление поэтому горизонт но в данном случае я вижу абсолютно ровный сигнал не пропадает ну почему же сигнал не пропадает очень странно неужели можно сделать вызов даже будет ловить 3g и 4g попробую передача данных интернета почти нет но все равно е буковка имеется странная конечно территория Калининград сутра связи действительно не теряется но тут или может быть спутник или вышки повсюду установлены пока сигнал сохранен мы снимаем уже достаточно долго весь взлет но и выше не поднимаемся высота наверное километра 3-4 мы вот так вот и пока что летим на небольшой высоте на небольшой высоте солнце справа за крыло интересный эффект для меня это очень интересный эффект вы знаете пролетели буквально еще немножко и пропали обе симки потом одна из них появилась но в итоге мы теряем сигнал видите одной симки полус нет вторая сейчас тоже думаю исчезнет пока мы летим на какой-то территории все нет сигналов никаких только экстренный вызов нет сети вот она пропала прямо на наших глазах что я вам и говорил значит сигнал мы точно получаем не со спутников и зачем нас просят отключить вот это оборудование непонятно но и так не работает давайте попробую еще перевернуть камеру вверх ногами чтобы посмотрели есть ли то самое скругление или нет лично я самолета не вижу скругления на уровне горизонта сейчас земля полностью перевернута давайте вернем ее обратно опять здесь присутствует эффект рыбьего глаза но когда мы ее переворачивали мы должны были видеть изогнутые края в перевернутой земле сейчас переверну камеру еще раз и посмотрим в перевернутом виде видите все ровненько ну немножко может быть кажется выпуклости есть какая-то но думаю что это из-за неровных облаков а вообще внизу вот такая картина страшный дымоход очень страшный сами иллюминаторы выполнены тоже очень хитро и вы видите по краям есть скругление это такое двойное стекло которое в том числе создает эффект небольшого закругления я вот в этом абсолютно уверен если было бы скажем такое настоящее не пластиковое не искусственное стекло мы бы видели просто ровнейшую поверхность ну и в данном случае все четко показано что горизонт в принципе ровный вы можете сами это увидеть и в этом случае сколько мы не снимаем сколько мы не летим видим лишь небольшую пелену облаков под собой и все как будто бы в небе существует только наш самолет а я так хотел бы приближать вам показывать еще другие объекты проносящиеся потому что мы бы тогда зафиксировали как выглядят все эти белые полосы с высоты другого самолета сзади себя я тоже конечно не могу заглянуть оставляем ли мы какой-то след или нет потому что просто напросто могу смотреть в боковой иллюминатор вот вы знаете какой я обнаружил интересный момент летишь в самолете включаешь компас и даже вот такое положение горизонта и все работает то есть каким-то образом гироскоп вот этот внутренний который установлен просто в телефоне получается не использует сигналы gps спутника всего и ловит четко восток запад север юг мы летим немножко восточнее к северу видите но ловится все просто идеально так каким образом компас работает на высоте 10 километров это очень интересный вопрос по крайней мере для меня очень странный эффект мы летим постоянно на восток и солнце должно как бы уходить намного дальше правее но оно всегда над крылом вот вы видите летим уже наверное около часа и солнце никак не хочет уйти направо направо куда-то скрыться на запад то есть мы всегда его видим на одной высоте и оно расположено где-то чуть-чуть сзади нас странный эффект пробую еще раз перевернуть камеру вот полный переворот камеры на 180 градусов и вы можете посмотреть загнулись края или нет то есть сам горизонт проверяем ну и давайте возвращаем назад еще раз прокручиваем и смотрим теперь вот в таком виде что произошло с горизонтом кто как видит пишите в комментариях ровную вы плоскость наблюдаете или же все-таки есть небольшое скругление в таком виде и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, мы приступаем к снижению Подлетаем к Москве И будем выгружаться в аэропорту Домодедово А, нет, в этот раз во Внуково Мы улетали из Домодедово Прилетаем во Внуково Можете посмотреть, как выглядит полет В данный момент солнце немножечко все-таки ушло Вот оно есть, но уже скрывается где-то справа Долго держалось за крымом самолета В данном случае немножко удалилось Ну, трудно тут сказать, как оно работает У меня впечатление, что просто движется над землей На небольшой высоте И все, вот такое у меня предположение Небольшая высота, ну, в районе тысячи километров Если самолет летит на высоте 10 километров То солнце находится, конечно, чуть-чуть повыше Начинается небольшой спуск Потому что уши заложило И вот над Москвой такая пелена облаков Мороз на улице, ну, небольшой, минус два Интересно наблюдать Вот там заходит солнце И мы немножко опускаемся ниже Идет посадка Но никак мы не можем лететь в эти облака Думаю, сейчас это получится Нет, самолет немножко маневрирует Но все равно снижается Так, поворот идет налево Теперь выравнивание А ночь надвигается все сильнее и сильнее С левой стороны Прямо вот действительно темнота Хотя солнце зашло Но освещение мы можем видеть до сих пор От солнца остался лишь вот такой вот закат Розовый Так, внизу я вижу целый город Светящиеся огни начинаются Думаю, в данный момент мы как раз и будем залетать в облака Довольно-таки странный момент Мы подлетаем к Москве Опускаемся еще ниже и ниже И, знаете, видна какая-то чернота с левой стороны Знаете, получается, что пришла ночь Солнце действительно удалилось очень далеко направо А с левой стороны вот эта темнота или серость Опять же, я тут не вижу разворота земли Я вижу, что просто-напросто солнце ушло согревать или освещать другие земли То есть, в данном случае, Москву оно покинуло Будет интересно понаблюдать вход в эту пелену облаков Давайте проконтролируем процесс Еще раз хочу вам напомнить, что за все время полета Я так и не увидел ни одного пролетающего самолета Просто с химтрейлами, без химтрейлов Любые вообще абсолютно самолеты Ни одного не было Чтобы вы понимали Обычно, знаете, даже мы снимаем видеоролики Их там десятки пролетает Ну, очень много Летел из Москвы в Калининград Сейчас из Калининграда в Москву И история повторяется Так, начинаем маневрировать, видите Поворот куда-то направо И, кстати, вот между некоторых облаков Есть какие-то отверстия Интересный эффект достаточно Почему воздух не может закрыться Полностью, как ковер, да? Вот этими облаками Есть прямо пустота какая-то Может быть, знаете, как она не искусственная Но состав воздуха в этом месте Чем-то отличается от всего остального Потому что везде есть облака Как вата, кроме вот этого места И, конечно, везде есть облаками И, конечно, везде есть облаками Субтитры создавал DimaTorzok 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 Отдельные микрорайоны видны Очень хорошо просматривается, как все разбросано В различных частях города Вот эти черные тучи остались над нами Вот они с земли кажутся темными, но по факту Вы сами видели, они, во-первых, тоненькие И сами по себе, и сверху белый, а внизу именно черный цвет Вот она, Москва, Россия Скоро будем подлетать и приземляться Кстати, могу сказать один момент, что огни у нас вдоль дорог везде Желтого цвета, не белые Такие вот оранжевые, я бы сказал Происходят еще небольшие маневры Летим прямо над жилыми домами, я вижу Видимо Подлетаем и заодно, скажем Вырабатываем часть топлива Сама картинка, думаю, вам очень нравится Я глазами вижу прямо такие шикарные кадры А на земле, видите, кажется, уже ночь, темно Вот эти тучи создают черноту Это как будто бы одеяло приходит на землю Не хватает освещения Из-за этих облаков Кружимся, кружимся прямо так сильно Зачемня на землю ДанныеssCU Готовы Так, спасибо Ремня Пропал Вуслове Разглав Каун Навесконlance Трюн Веснок реконriet Сicularly Но Пол 같은 Сöllig Трюн И вот, кстати, уже пришла ночь, ни с того ни с сего. Налетели еще так, было светло над облаками. Здесь уже темнота, 5 часов вечера. И Москва уже спит. Ну, не спит, точнее. Пришла просто вечерняя пора. Идем на посадку, я чувствую, как самолет штормит. Трясет его понемножку. Значит, уже куда-то приближаемся. Вот, кстати, те самые теплицы, но вот мы видим, как они освещаются. Несколько отделов. Не все теплицы горят, а вот 4 отдельных секции. В данном случае. На небе нет никакого света. Тучи не подсвечиваются. Просто вот освещаются на земле. Еще ниже летим. Коля, ну красиво Москва. Вы знаете, вот живешь и даже сам, сами не ожидаете, что творится рядышком. Нужно взлететь выше, чтобы рассмотреть подробности. Город на самом деле необъятный. Гигантский. Проезжаем над автотрассой. Вот уже сам аэропорт, кстати, справа. И мы идем в посадку, садимся. Сейчас будет приземление. Все фиксируем, все снимаем. Аэропорт Внуково, Москва. О, касание. Касание произошло и потом резкий тормоз. Отлично, приземлились, все хорошо. Скорость падает, похлопать надо. Похлопаем. Все, до места мы и добрались. Теперь высаживаемся. Ну что же, мои дорогие друзья, этим видеороликом я вам доказал, что земля выглядит на высоте 10 километров по-разному. Но для меня она плоская. И в данный момент я переворачиваю камеру Sony AS300. Также использовал видеокамеру Panasonic HC-V510 и DJI Pocket 2. Все их результаты вы видели наглядно. А на этом я буду говорить вам до свидания. Высказывайте свое мнение, как вы думаете, что можно увидеть с высоты 10 километров, на которые реально летают наши самолеты. До новых встреч, мы скоро увидимся. Поехали, пока и бум!